Нехватка энергии воды я называю статическим напряжением. Почему статическое я так назвал? Потому что это статическая энергия, она неактивная. И неподвижное положение тела лечит нехватку энергии воды. И вода сама лечит. Нехватка энергии воздуха я называю динамическим напряжением. Оно лечится с помощью длительного движения. Когда ты длительно идешь, всасываешься энергией воздуха, пополняешь. Нехватка энергии солнца я называю негативным тонусом. Вот тонуса не хватает, ты не радуешься, а негативно себя ведешь. Это тонус у тебя развивается негативно. Нехватка энергии солнца. Термины все запомнили? Понятно? Нехватка энергии воды это статическое напряжение. Нехватка энергии воздуха – динамическое напряжение. Нехватка энергии солнца – негативный тонус. Что такое блоки? Блоки – это такие энергетические просадки внутри слоев, которые человеку, который человек имеет предрасположенность к самому рождению. Вот есть предрасположенность к блоку, она есть у всех людей. И, допустим, каждому из видов блоков есть четыре всего предрасположенности. Три из них очень большие, а четвертая маленькая. Но имеется в виду по ширине. Вот, допустим, психический слой – пять слоев. На каждые пять слоев четыре предрасположенности есть нехватки энергии воды. Четыре предрасположенности – нехватки энергии воздуха. И четыре предрасположенности – нехватки энергии солнца. Предрасположенность. И эта предосположенность превращается в блок, то есть просадка энергии Солнца, или энергии воды, или энергии воздуха, который сначала формирует нехватку энергетическую в психическом теле, что приводит к нарушению самочувствия. А потом дальше нехватка идёт в физическое тело, что приводит к болезням реальным. То есть, допустим, человек приходит к врачу, говорит, у меня самочувствие плохое. Он говорит, у вас все анализы плохие, хорошие, идите нафиг, вы здоровы. То есть физическое тело не страдает, а страдает только психическое ещё. В физическом нет нарушений, человеку уже плохо, ему на букву Х уже хреново жить. Вот, понятно? Когда человек взаимодействует с природой, то есть два вида взаимодействия. Есть пассивное взаимодействие, улучшается общая энергетика. Вот, допустим, если я в воде сижу, это называется пассивное взаимодействие. Или на дождики хожу, это пассивное взаимодействие. У меня общая энергия воды увеличивается, улучшается, блоки не улучшаются. То есть, если я, допустим, в проруби сижу, блоки не чистятся, а общая энергия увеличивается, становится лучше. Чем больше я контактирую с энергией воды, допустим, сижу в ванне там, или сижу в реке, или в море, или в бассейне. Конечно, качество энергии воды, чем больше с природой, тем лучше, но даже в ванне энергия воды есть. Скажите, у вас это в методичке? В методичке все это есть, да, да. Методичка, вот заходите на сайт rosnov.ru, заходите туда, да. Там сверху такая шапочка. И в ней есть раздел материалы. И там в этом разделе написано «Скачать методическое руководство по ЗОЖ». Вы нажимаете, и вам там предоставляют способы оплаты. Вы выбираете способ оплаты и сплатите 20 копеек. Это за пожертвование. Зачем мы сделали способ оплаты, чтобы вы не воспринимали это дешево? Если надо человеку, он берет и читает. Чтобы это не вирусилось, и вот так вот люди просто там не прикалывались над этим. Хочешь, чуть-чуть оплатил, человек уважает. Он начинает тоже читать, изучать. Вот так вот. Кроме того, там в разделе материалы еще есть еще одна штучка, вот такая классная, называется расчет времени аскез. Вы туда заходите, там человекчик в воде сидит, человекчик бегущий, человекчик стоящий. Наживаете на человека в воде, и там три шкалы. Одна шкала температура воды, вторая время пребывания, а третья циферки меняются. И там циферки меняются. Бывают большие циферки, это один, значит, первый слой, два, второй слой, три, третий, четыре, четвертый, пять, пятый. А есть еще одна седьмая, дробные цифры, две седьмых, три седьмых, потому что каждый слой еще делится на семь частей маленьких. И, ну, как бы вы, допустим, в воду зашли, вода 22 градуса, вы, если будете сидеть 40 минут, то ровно пять слоев прочистится. Малево так сидит? Ну, да, по грудь. А больше 28 градусов можно? Можно, но тогда будет скорость чистки намного ниже и эффективность сильно ниже, потому что, когда вода 28 градусов, то она еще прохладная. И это значит, что энергии воды больше, чем энергии Солнца. Но когда вода больше 20 градусов, 28, то уже энергии Солнца больше, чем энергии воды, и уже там... Если сначала в тепло, то там снижается. Нет, нет, не выдумывайте. Надо сразу, как бы... Я понимаю, что вам тяжело, у вас не хватает энергии воды сильно в организме, и можете сидеть в 30 градусах. Там примерно... Ну, вы посмотрите, может, даже там и есть расчет на 30 градусов. Посмотрите, может... На любую температуру расчет есть. Так что там есть, можно в 30 сидеть. А бассейн? Бассейн подходит, да. И джакузи подходит. А как раз в душе нет? Ниже 10 градусов. Если ниже 10 градусов. Даже унитаз подходит, если он большой. Можно, чтобы... Главное, чтобы там была стоячая вода. Любой источник. А можно по груди, чтобы... Не, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Не в коем случае. Всегда только по грудь. Если прорубь люди заходят, я всем говорю, садитесь по грудь, всех заставляю. Потому что, если вы вот так, то идет дисбаланс жесткий в организме, и потом болезни начинают. То есть, женщины должны ухудшаться? Три раза окунаться, это вы один слой очищаете. Это ни о чем вообще, с точки зрения долголетия. Это опасно еще, к тому же. Потому что, да, потому что, если вы один слой очистили, а у вас там в конце первого слоя блок статического напряжения, то вы выходите из воды, у вас вот здесь море энергии воды, а здесь вообще ноль. И там блок стоит еще. И этот блок начинает возбуждаться, и у вас начинают слизистые страдать, и вы простываете. То есть, в воду, если зашли, надо все пять слоев простоять, а потом выходить. Иначе вы в засаду попадаете. Я изучал на Черном море людей, прикалывался над ними, как они себе портят жизнь. Ну, все равно ничего не скажешь, люди же тебя не знают. Я стою в воде. Ну, все смотрят, такой странный, стоит на солнце с закрытыми глазами. Такой чувак такой странный. Вот. Ну, я когда делать нечего, смотрю, вот, человека, допустим, блок статического напряжения на третьем слое. И я точно знаю, когда он выйдет из воды. Потому что все выходят на блоки. У человека начинается тряска такая, озноб. Он думает, все, я замерз, покажу. И он выходит на блоки, то есть, он дошел до блока и выходит. Он создает себе проблему, начинаются обострения заболеваний. То есть, надо переждать, когда ты перестанешь трясти тебя, и только тогда можно выходить. Нельзя выходить, когда тебе холодно. Надо попереждать, чтобы тебе легче стало. И тогда только выходить. Но лучше всего все пять слоев прочистить, и тогда уже выходить. Итак, первый вариант чистки организма – это чистка водой. Всегда запомните правило такое. Чистится снаружи, внутрь. Никогда по-другому не бывает. Вот мы в воду зашли, начинают чиститься наружные слои, потом глубже, 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 до пятого слоя. И если я выхожу из воды, чистка там закончилась, до свидания. Все идет назад, энергетика потом. Если я захожу второй раз, опять сначала все чистится. И мне говорят, допустим, Олег Геннадьевич, я каждый день гуляю. Я много хожу в течение дня. Как мне говорят, я работаю, много хожу. Почему-то у меня болезни связаны с динамическим напряжением. Так вы там каждый день, допустим, прошел 10 метров, у тебя чуть-чуть прочистилось, потом остановился, потом опять чуть-чуть прочистил. И так у тебя один слой как бы прочищается хорошо целый день. А остальные все загрязняют. Потому что ты прошел, остановился, прошел, остановился. А надо идти непрерывно, чтобы дойти до пятого слоя. Как в туалет. А? Как в туалет, 4 часа. Что? Он в туалет, как в 4 часа. Вот если вы шли, шли, шли и решили пописать, то у вас чистка чуть-чуть отодвигается. Если вы на 5, на 3 минутки сели, у вас чистка чуть-чуть вот так отодвинулась, вы просто пройдете не 4 часа, а 4 часа 7 минут, допустим. И все. Если вы чуть-чуть остановились, то это просто замедляет чистку, но не останавливает. Просто остановка там. У нас разрабатывается приложение сейчас, которое даст возможность, оно где-то через год появится, через полтора. То есть на часах, на мобильнике. С любой скоростью бежите, идете, остановились. Оно будет показывать. Вот вы очистились, у вас 4 слоя. Оно будет показывать, насколько у вас пошло назад. Можете постоять. Но это все равно не очень хорошо, когда ты прерываешься. Лучше идти до конца. Не останавливайся. После перекрестка переходим, берется остановиться. Да, можно вместе идти. Просто двигаться. Да. Не обязательно. А, ну мы это изучим с вами. Вы не устали от меня еще? Нет. Итак, первое самое, что человек должен в жизни делать, он должен очищать себя энергией воды. Потому что запомните, что самая милостивая среда – это вода. Даже если человек сидит в самой ледяной проруби, там надо понять, что если у тебя ноги и руки не сводят, значит тебе вода ничего плохого сделать не может вообще в принципе. Главное – просидеть все 5 слоев. Поэтому я смело людей затаскиваю в ледяную воду, они там визжат, пищат, потом привыкают, потом выходят и в баню всех сразу. А сколько там по времени надо стоять в воде, в проруби? А все зависит от температуры. Вот, допустим, ниже 4 градусов – 4,5 минуты. 4,5? Да. Просто практикуй по воскресенью. 4,5 минуты. Но если вы простояли 4,5 минуты, вы потом должны весь цикл сделать. Вы должны потом лежать в горячей воде или в бане, согреться. Надо сразу, да? Не обязательно, в течение часа. Позже часа уже опасно. А? В ванне. В ванне можно лежать горячей. Ну, то есть согреешься и все. Вот если, допустим, в горячей ванне лежишь, то примерно 10 минут очищается теплом один слой. Это как солнечная энергия. Вот. И для того, чтобы согреться от проруби, нужно прочистить минимум 2 слоя. Это значит, ну, ты почувствуешь, что ты согрелся. Вот. Ты лежишь после проруби, у тебя 20 минут ты будешь мерзнуть, даже в горячей воде. А потом после 20 минут начнешь согреваться. И здесь важно понять такое правило. Если ты 20 минут, 25-30 даже минут лежишь, можно закончить горячей водой. Но если ты больше 3 слоев, слоев прочистил, тебе надо заканчивать опять холодную воду. Охлаждаться в конце. Ну, то есть, если 20 минут пролежал, согрелся, можешь выходить. А можно весь цикл делать. Цикл означает холодная, горячая, холодная. Вот если в бане, всегда надо начинать с холодного, потом горячая, потом опять холодная. И там структура такая. Сначала 5 слоев водой чистишь. Потом сколько можешь баней, потому что баня – это агрессивная, самая агрессивная среда. Там нельзя даже на секунду чувствовать себя плохо. Вот чувствуешь, уже перегреваешься, сразу выходи. Вот. Вода – не агрессивная среда, не надо бояться. На 5 слоев сидишь. Даже если ты мерзнешь, ничего с тобой плохого не будет. Потом в бане надо лежать, всегда сидеть нельзя, в парной только лежать. Потому что сидишь, голова жаркая, ноги в холоде, это из баланса. Лежишь в бане, пока плохо не станет, ну, как хуже, чуть-чуть хуже становится. Чуть-чуть хуже становится, выходишь из бани, опять в воду. 5, потом в бане сколько можешь, потом 1 слой в воде. Если 22 градуса вода, то 7,5 минут. Комнатная температура вода – 7,5 минут. Если 28 градусов, подогретое в бассейне, значит 14 минут. Понятно? То есть начинаем с воды мы чиститься. Вот если у человека сильная раздражительность, очень сильная чувствительность, там всех уже развод, там девичья фамилия, все на букву Х, значит тогда 2 раза в неделю 28 градусов, 70 минут. Сидим в воде 28 градусов. 2 раза в неделю. Почему 28 градусов? Потому что это вода, которой может человек и мерзеть, но не сильно. Вот когда вы начнете с водой иметь дело, вы поймете, что лучше всего сидеть в холодной. Почему? Потому что, во-первых, недолго. Во-вторых, ниже 11 градусов, там вода имеет такое свойство, что ты заходишь, тебе сначала очень сильно так «а-а-а-а-а-а», тяжело. А потом раз, и она сковывает тебя, тебе вообще не тяжело. Вот ниже 11 градусов, ты зашел, скорость очень быстрая. Там за 15 минут отстрелился. А что от 5 минут статики не замещают это? Ну вы слушайте, мои хорошие, я все расскажу вам. Итак, наполняемся водой, да? Вот опыт вам покажет в будущем. Вот вы посидите 70 градусов, поплавите в бассейне, замучитесь там, замудохаетесь 70 минут там 28 градусов плавать. А если 22 градуса, уже 40 минут вместо 70. А если 18 градусов, уже 30 минут. И так далее. А если 4 градуса, то 4,5 минуты всего. А больше можно? А? А больше не страшно? Нельзя. Потому что по второму кругу чистка начинается, это называется уже переохлаждение. Поэтому надо всегда четко по инструкции все делать. У нас есть там расчетный модуль, только там в этом расчетном модуле ниже 4 градусов неправильно все показано. Ниже 4 градусов всегда 4,5 минуты. Я раньше об этом не знал. Потому что у организма так устроено. Ему что 4, что 1, разницы нет. А больше 5 начинает время увеличиваться уже. А детям можно? Можно и детям без проблем. Но надо просто все постепенно. Итак, если чувствительность не такая высокая, всем правило такое. Один раз в неделю 5 слоев водой чистим. Правило такое. Вода ниже 24 градусов, надо заканчивать согреванием всегда. Выше 24 градусов, можно заканчивать согреванием только тех, кто мерзнет. Потому что в 28 градусах ноги не мерзнут. Они просто чувствуют прохладу, но не мерзнут. И там согреваться не обязательно. Но ниже 23 градусов, 24 градусов согреваться надо всем. Потому что мерзнуть будут все. Даже если у вас озноба нет, все равно надо согреваться. Понятно? И чем ниже температура, тем серьезнее надо к процессу согревания относиться. Ну то есть, если вы полежали на 5 слоев воде, ничего с вами плохого не будет. Просто есть психическое тело, а есть физическое тело. Вот психическое тело, оно от воды балдеет. Ему классно. Вот вы в воде побудете, да, на 5 слоев и выйдете, вау! А физическое тело, оно может замерзнуть. Его надо нагреть просто, механически нагреть физическое тело. И все, и дальше баланс наступает. Да? А если акваэробика в бассейне, это считается чистым? Не надо никаких движений воды. Вот эти все. Не надо вот это все. В бассейне можно просто зайти и там... И просто сидеть, расслабиться. Можете плавать. Все равно будет одинаково чистка идти. Все то же самое. В бассейне можете плавать, можете, вот, можете вверх ногами, можете вниз ногами. Как хотите. Можете с этой, с трубкой. Просто я занимаюсь акваэробикой, и это не идет за это время, да, чистка? Идет? Идет. Ну, то есть у вас параллельно динамика чистится и статика. А там же выше? Да, отлично. Ну вот вы занимаетесь, у вас и нет напряжения. Энергии воды у вас хватает. Спокойствие как-то спокойное, да? Ну, в последнее время, да. Когда заниматься начало, да? Да. Спокойно стало. Вот, молодец. Итак, энергия воды зашла в организм. Теперь ее надо усвоить. Энергия воды усваивается статическими упражнениями. Что такое статическое упражнение? Вот сидеть на стуле, это не статическое упражнение. Статическое упражнение – это аскезы. Аскезы – это когда тебе тяжело делать. Встаем к стеночке спиной. Встали к стеночке, ножки отодвинули. Так, отодвинули. Вот так. Зачем отодвигать? Потому что, если у человека блок наступает, он может резко, неожиданно потерять сознание. Когда человек теряет сознание, он падает вот так. Face up table. А если ноги вперед, то вы сползете. Вот. Это для сохранения жизни. Самое опасное – положение стоя. Опасно, потому что люди падают иногда. Значит, если вы чувствуете, что становится плохо, тяжело во время неподвижного положения тела, можете присесть на корточке. На 10-20 секунд не прекращается чистка. И потом опять встают. Легче становится. Чистка становится не такой глубокой, но она происходит дальше и идет глубже, глубже, глубже. Давайте никаких вопросов. Я все скажу. У меня еще нет склероза. Я около дерева все лето. Альцгеймера тоже нет. Еще пока. О чем я сейчас говорю? Шутка, шутка. Так, изучаем статические упражнения. Значит, можно стоять возле стеночки, можно стоять возле дерева. Возле дерева стоять эффективнее, чем возле стеночки, потому что дерево постоянно стоит и постоянно пропускает через себя энергию воды. То есть дерево помогает вкачивать энергию воды намного сильнее она вкачивается, чем если ты просто так стоишь возле стеночки. Если ты даже возле дерева не стоишь, а просто развалился, вот так сидишь, ты не делаешь статические упражнения, то оно все равно будет пассивно чистить у тебя статическое напряжение. 20 минут оно очищает один слой в среднем, любое дерево. А руками можно? Можно руками болтать, да. Ну и ты вообще, ты можешь просто, можно ребенка маленького привязать к дереву. резиночкой, резиночкой вот так раз, чтобы он убирался, но при этом он рядом с деревом. И он за час сорок очистит все пять психических слоев от статического напряжения. Потому что есть активная, есть пассивная чистка водой, а есть усвоение энергии воды. Когда ты в воде сидишь и не делаешь статические упражнения, у тебя начнутся воспалительные процессы в организме. Потому что энергия воды скапливается, и она как бы не движется нормально, застаивается в организме. Отеки начнутся, воспаление. Ее надо включить. А это статические упражнения или возле дерева. Понятно? Для детей существуют всякие хитрые способы включить энергию воды без статических упражнений. Маленькие дети не будут неподвижно сидеть. Поэтому есть два способа для маленьких детей. Первый способ – это привязать дерево. 20 минут один слой очищается, час сорок все пять слоев. Два раза, два-три раза в неделю достаточно. А на сон можно укладывать? Ну, как вы укладываете на сон возле дерева? А? Ну, а контакта не будет с деревом же? Нужен контакт с деревом. Если на сонного привязать? Можно. Можно. Вот, и второй способ – это для не таких маленьких детей, это там с возраста пять-шесть лет, есть такое понятие инверсионный стол. Это когда ноги закрепляешь, кушетка такая на шарнирчике, ноги закрепляешь, переворачиваешься, висишь кверх ногами. Когда человек висит кверх ногами, то это пассивная чистка статического напряжения, и она точно так же чистит, как неподвижное положение тела или дерева, то же самое. Три с половиной минуты, когда ты полностью, вот ты голень, ну, стопы закрепил, как на эрюционном столе, если ты на коленях висишь, я не знаю скорость чистки, но если ты стопы закрепил и полностью вертикаль идет полная, то три с половиной минуты слой. Это еще быстрее чистка идет, да, но это опаснее. Инверсионный стол безопаснее. Три с половиной минуты слой в расслабленном состоянии, человек висит, надо начинать с трех с половиной минут, потихоньку прибавлять, и до семнадцать с половиной минут все пять слоев. Когда человек стоит возле стеночки, то тринадцать минут очищается один слой, шестьдесят пять минут все пять слоев. Они очищаются один за другим, это последует. Итак, есть наполнение энергии воды, а есть прокачивание энергии воды. Вот только прокачивание энергии воды пробивает блоки. Блоки это те штуки, такие структуры нехватки энергии воды или воздуха или огня, которые формируют хронические заболевания. Там правило такое, если два блока стоят друг под другом или рядышком, то это дает хронические заболевания. Понятно? И это просто природно у человека так устроено, организм. А блоки как бы сами по себе, они постепенно накапливаются. Это такой вид старения в организме. Нехватка энергии, там выемки вот эти от возраста возникают. Но если человек прокачивает, делает статические упражнения, то он увеличивает себе долголетие, потому что он прочищает эти блоки, то есть долголетие увеличивается тем, что ты в воде находишься и прочищаешь блоки. Энергия воды движется нормально, значит никаких воспалений в организме не будет. Можно долго и счастливо жить. Это система долголетия, я вам описываю. Как долго и счастливо жить. Сначала все в воде сидим. Не ходить, не поститься там, не бегать. В воде сначала все сидим. Раз в неделю. Раз в неделю это когда человек более-менее здоровый, а если он такой дерганный, тогда два раза в неделю. Начинаем с 28 градусов, постепенно понижаемся, впереди целая жизнь. Куда не торопимся. Постепенно захочется похолоднее, похолоднее, само собой, естественно. Потому что хочется быстрее, чтобы вода двигалась в организме. Чем холоднее вода, тем быстрее скорость движения и качественнее чистка идет. Наполнение. Самая холодная вода, самая качественная. Она такая крутая, от нее очень хорошо, легко становится жить. От ледяной воды. С ней наполняться вообще кайф. Самая лучшая прана это снег. На снегу лежать, вообще такое наполнение праны идет. Шикарно. Но не всем вы не сможете это делать. Потому что надо к этому прийти, подготовиться. Но я еще даже не разработал, методически нет скорости чистки в снегу, там при разных температурах. Я на себе могу видеть, как эта скорость идет, а людям, я даже не знаю. Вот у нас минус 20 градусов было в Нижнем Новгороде, а на снег лег. Примерно семь с половиной минут я лежал, очистил пять слоев. Это прана, чистая прана. Пассивная чистка. Итак, сначала мы сидим в воде, потом начинаем делать статические упражнения. Именно статические упражнения пробивают блоки. Блоки, связанные с хроническими заболеваниями. Если вы статические упражнения не делаете, блоки останутся в организме и ничего вы не сделаете с ними. Блоки пробивают так же деревья, если сидеть возле них. А еще если возле них стоять, так еще лучше пробивается. Возле дерева стоим так же, как возле стены, 65 минут. Если мы расслабились возле дерева, тогда час 40. Потому что тогда ты не чистишься, дерево тебя только чистит. Пассивная чистка идет. Бабушка, допустим, не может статические упражнения делать, она на коляске. Вы ее в воду погрузили, 28 градусов, 70 минут, а потом к дереву на коляске, час 40 на следующий день. И она лечится, у нее лучше самочувствие становится. Всегда надо все аскезы делать на следующий день. Не надо в один день все вместе делать, пока вы не научитесь, не станете сильными. Мне наоборот нравится после пробежки залезть сразу в прорубь, потом сразу в баню, потом опять в прорубь. Потом вечером еще статические упражнения на ретрите сделать, долбануть. Ну то есть, как бы, чем больше в один день, тем лучше. Ну а если вы так сделаете, вы перенапряжение произойдет. Организм слабый, вы как бы полудохлые все же. Чего вы смеетесь, вот завтра у нас будет пробежка. Будет в 7.20 сбор, парк Зеленая роща, вход с улицы Хохрякова. Пересечение с улицы Народной Воли. Народная Воля... Завтра у нас экстремальная пробежка. Потому что ниже минус 23 кожа уже может, как бы, ну, обветриться. А завтра минус 23 будет в 7.30. И поэтому хорошо одевайтесь там, все. Не надо с собой много вещей брать, с ними бегать не сможете ходить, будет тяжело. Вот, проруби завтра не будет, потому что опасно в такой температуре. Значит, по времени я буду бегать час пятьдесят. Я побегу, туда-сюда буду бегать. Мы будем встречаться постоянно. Это еще часть программы, это радоваться друг другу, заряжать друг друга энергией счастья. То есть мы будем бегать километр туда-сюда, и кто ходит, кто ползает, все нас будут видеть постоянно. Кто идет, тоже будем. Мы будем все пробегать, счастья, кричать вот так все вместе. Можно ходить. Можно ходить, можно ползать, можно стоять. Что хотите. Главное, придите, чтобы зарядиться вот этой атмосферой. Это в семь тридцать утра? В семь двадцать. В семь двадцать, в семь тридцать мы уже бежать начнем. А вы в семь двадцать, потому что если вам сказать в семь тридцать, вы в семь сорок придете. Вы видите одни ноги уже. Бежать я буду час пятьдесят со скоростью примерно шесть минут тридцать секунд, если там не будет засыпано снегом. Иначе снег замедляет темп. Вот. Семнадцать километров я пробегу. Примерно. Может чуть больше, чуть меньше. Вот так. Вот. За час пятьдесят шесть минут тридцать секунд километр. Со мной, может быть, и пару молодых ребят еще смогут в таком темпе пробежать. Все остальные как смогут. Это все от возраста зависит. Если молодой, то можно быстро. Если старый, то... А после пробежки куда мы пойдем? Кто спросил? После пробежки мы с вами пойдем в ресторан. Потом меня жена прибьет. Такая программа такая. Ну, по домам пойдем. Куда мы пойдем? Поедем в ванную теплую принимать, чтобы согреваться. Варежки с собой обязательно возьмите, перчатки, потому что руки мерзнут сильно. И закрывайте лицо как-то так вот на лицо что-то, потому что обветривается лицо. Олег Геннадьевич, у вас в воскресенье вас можно пригласить на пробежку с прорубью? Мой хороший, я же завтра вечером уеду в Перми. Я буду побегать и побегаю, а потом буду греметь костями весь день, и лекции завтра не будет. Я пока догремлю, как бы... Лекция будет, конечно, вечером же лекция. В 7 утра пробежка, в 7.30 утра. А лекция вечером. Я в Пермь, в ночном поездом уеду. А что же вы меня все уже... Да, мои хорошие, здесь тоже такое, да. А в прошлом году мы с вами делали ретрит такой большой на третий день, это было очень здорово. Но у вас тогда вы часть материала не получите. Ретрит хотите? Все хотят, кто хочет ретрит поднимите. А какой материал? Они даже многие не знают, что за ретрит. А почему бы совместить, конечно? А можно ли я уже совместить? Невозможно. Ретрит идет на стройку на молитву, потом дальше повторяем аллилуйя 65 минут, потом разбор полета. И ретрит означает, что надо статические упражнения делать, а в этом зале очень мало места для этого. А народу немерено. То есть вот на этих стульях, они с этими боковушками, там ничего не сделаешь. Поэтому этот зал, зал абсолютно... И еще есть одна колоссальная проблема. Музыка тихая. Мы с ней не сможем сделать. А? Душно будет, вы будете падать, потому что здесь не приспособлен зал. Поэтому завтра будет лекция все-таки. Но вы можете приехать с 1-го по 8-й мая в Сочи, там будет 2 ретрита, 2. Будет пробежка, будет 2 ретрита, будет купание каждый день в море. Совместное, да. И стояние на 5 слоев. С 1-го по 8-й как бы одна программа, да, получается? Да. Да, и там еще я после этого тоже еще 3 дня остаюсь лекции читать. Если кто-то захочет на 2 недели поехать, он еще по вечерам на лекции может потом ходить. Поэтому с 1-го по 12-е мая можно делать путевки себе, ехать. И с 1-го по 8-го у нас полная программа будет с питанием, а потом вы уже на своих хлебах. Но это колоссальный опыт, то есть это полная перезагрузка происходит у человека. Психики, жизни, ну то есть вот это все, вот побыть в этой атмосфере. Дети тоже будут все под присмотром, там свои будут преподаватели с ними заниматься. Поэтому приезжайте. Если не нравится в Сочи, можно приехать на Иссык-Куль. Иссык-Куль будет с 31-го мая по 9-ое июня. Это озеро такое из минеральной воды, то есть ее пьешь как минералку. Вот, она абсолютно прозрачная, 60 километров ширину, 120 в длину. Ну, горы кругом, это на горах озера. Оно в это время уже нормальное, прогретое. И там, где будет пансионат, где мы будем на Иссык-Куль проводить фестиваль, там будут бассейны из горячих источников. И мы будем каждый день чистку делать. Сначала в озере, потом в бассейне, потом в 5 в озере. А это в Челпанате? Это будет в Челпанате, да. Ну, там примерно, в этой зоне. Когда с 31-го мая по 9-ое июня? Мне нравится Сочи и Иссык-Куль. Там тоже лекции будут, да? Там будет все, и лекции, пробежки, и вот эти вот оздоровительные практики. Вот. Можете и туда, и сюда приехать, если хотите. Кто поедет и в Сочи, и в Иссык-Куль, поднимите. Какие молодцы, классно. Вот. Ну, вот такие две программы. Там просто на Иссык-Куль уже будет немножко другая структура лица, в основном, всех остальных. Там в основном из Казахстана поедут, из Кыргызстана. Без визовый въезд. Просто за гранд. Печать ставят, заходите в Кыргызстан. Прямой рейс из Москвы в это. Ну, я думаю, что можно через Новосибирск с пересадкой прилететь. А? Мы из Новосибирск. Да? Из Новосиба? Из Екатеринбурга. Да, да. Ну, из Екатеринбурга есть, Кыргызстан прямый. Но у нас нет есть. И из Новосибирск. Вау, это круто вообще. А детьми там тоже будут заниматься? Да, обязательно. А на сайте нет информации? Пока по Иссык-Куль нет. А по от Сочи уже есть. По Иссык-Куль появится за неделю за две информации. Можно регистрироваться будет. На сайте? Да. Если вы хотите, у нас много фестивалей. Будет в Дубае в ноябре. Это для богатых. Там большая группа. А? На Иссети когда? Вы же обижаете, начальник. У нас будет в Дубае фестиваль. Будет в Риге фестиваль. Будет в Барселоне фестиваль. В Дубае в конце ноября, в начале декабря. Там как раз такой бархатный сезон. У нас тоже фестивали небольшие. Там такие ретриты. Для бизнес-программа там будет такая. Для бизнесменов.